Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Ну что, вот и наступили последние весенние выходные. Следующий суббот, воскресенье, уже наступит июнь. И в такие моменты мне всегда хочется воскликнуть время, куда ты мчишься. Но у этого есть и положительные моменты, потому что всего пара недель остается до того времени, как расцветут розы. Я думаю, что этого момента ждут все розоводы всегда с особенным нетерпением. Первое цветение роз, оно всегда самое обильное и самое, наверное, ожидаемое. Ну а пока розы не зацвели, давайте погуляем по саду, покажу, что я буду делать в эти выходные. Конечно же, главный герой моего сада в эти выходные это рододендроны и древовидный пион. Как я и ждала, цветет он в этом году просто потрясающе красиво. Почти все бутоны распустились одновременно. Посмотрите, какая красота. Вот когда на него смотришь, понимаешь, что несмотря на все эти пляски с бубнами, с укрытием, раскрытием, оно того стоит. Потому что все-таки древовидные пионы по декоративности, на мой взгляд, с травянистыми все-таки не сравнятся. Поэтому если у вас появится возможность купить хороший саженец, который хорошо себя чувствует в нашем климате, и если вы готовы с ним возиться, накрывать, раскрывать, то непременно посадите у себя в саду. Эта красота просто нереальная. И, кстати, мне очень нравится сочетание пиона с хостами. Вот эта вот разрезная листва и плотные ровненькие листья хост, на мой взгляд, очень классно вместе сочетаются. И причем именно серебристо-голубые хосты, мне кажется, очень красиво сочетаются с розовым пионом. В общем, вот этим кусочком у себя я очень довольна. И меня попросили показать рододендры, которые у меня есть. У меня их, на самом деле, совсем немного. Вот здесь у меня растет пара кустов польской или чешской селекции, я уже точно не помню. И, честно говоря, вот это редкий год, когда они цветут. Я их не накрываю, ничего с ними не делаю, потому что несколько лет пыталась накрывать. Они все равно не цвели. И я, честно говоря, на них махнула рукой. Но вот в этом году был, видимо, год удачный для рододендронов. Они все хорошо очень перезимовали. И вот так вот красиво цветут. Я уже даже не помню название сортов. У меня здесь один, как видите, вечно зеленый, второй листопадный. А вот это мой второй вечно зеленый рододендрон. Это финский культивар. Я уже не помню точно, то ли Гага, то ли Хельсинки Юниверсити. Очень красивый, насыщенный цвет. Но он очень-очень долго рос до вот этого состояния. Ему уже, мне кажется, лет 15. Как видите, кустик, ну, такой совсем невысокий. Для сравнения, рядом бересклет. Сейчас я отойду подальше, чтобы было понятно размер. Видите, он такой очень скромненький. Я его, на самом деле, только в этом году, вернее, в прошлом году пересадила в это место. Здесь немножко более солнечно, чем там, где он сидел до этого. Возможно, именно это его сподвигло на такое обильное цветение. А может быть, как повторюсь, потому что был хороший год для рододендронов, вернее, хорошая зима. Ну, а вот это мой четвертый рододендрон, который, в отличие от предыдущих трех, радует меня своим цветением. Как видите, очень обильным, стабильно каждый год. Это рододендрон желтый, рододендрон лютеум. Я покупала его вот таким маленьким сеянцем на ВВЦ в свое время. Ему уже очень много лет. Он, видите, вырос практически с меня ростом. Вот такой огромный, каждый год цветет вот так же обильно. И зимует без укрытия, абсолютно без каких-то плясок с бубнами, без подкормок. Вообще растет сам собой, я ничего с ним не делаю. Помимо этого видового рододендрона есть еще один вид, который также хорошо себя чувствует в нашей полосе. Это рододендрон японский. Он цветет очень красивым лососево или лососево, розовым цветом. Вообще листопадные рододендроны в нашей полосе чувствуют себя, надо сказать, гораздо лучше, чем вечно зеленые. Потому что они не горят, они меньше болеют, они более устойчивые. И им вообще проще зимовать в нашем нелегком климате. Поэтому, если вы хотите обильно цветущий куст, большой, как видите, вот он практически полтора метра высотой на данный момент. И который при этом будет зимовать, цвести и не требовать от вас никакого особенного ухода. То выбирайте именно видовые рододендроны. Единственный, наверное, самый сложный момент с ними, это проблема в посадочном материале. Потому что, конечно, видовой рододендрон, мне кажется, сейчас купить очень сложно. Я вот, кроме того, место на ВВЦ, которое сейчас, к сожалению, закрыли. Потому что павильон Космос переоборудовали и цветоводство тоже, по-моему, переоборудовали. В общем, не знаю, продают ли они там сейчас еще где-нибудь еще эти сеянцы. Раньше каждую весну продавали. По-моему, это называлось рододендроны от Михаила. Ну, в общем, не могу посоветовать вам, где взять эти рододендроны. Но если вам повезет, если вы у кого-то из любителей достанете семена, или купите их по почте, или вам повезет купить готовый саженец, именно не гибридный, а видовой, то это тот самый вариант, который для Подмосковья, наверное, является наилучшим, если вы хотите действительно обильный и красивый рододендрон. И очень жаль, что видео не передает запахи, потому что, помимо того, что он очень красиво цветет, цветки, как видите, достаточно крупные и очень-очень яркие, помимо этого он просто потрясающе пахнет. Он очень ароматный, и у меня он растет при входе в сад, и как только заходишь, сразу чувствуешь этот волшебный аромат. Ну вот они, бутоны роз. Я, конечно, как и все розоводы, очень-очень сильно жду, когда они, наконец, расцветут, когда порадуют меня, и я надеюсь, что вас цветением осталось совсем немножко. И мы увидим их во всей красе. Как и у многих, я думаю, у меня сейчас на розах много тли. Я думаю, что это зрелище знакомо любому розоводу. Сейчас я вам покажу абсолютно безопасный, стопроцентно эффективный способ борьбы с тлей. Вы берете побег, покрытый тлей, и делаете вот так. Лучше, конечно, это делать в перчатках, чтобы руки не испачкать. После чего ваши розы абсолютно чистенькие, и ни одной тли на побеге нет. Про этот способ писал, мне кажется, Карл Чапок в своем фельетоне или рассказе по поводу того, что розовод упорно борется с тлей, использует всевозможные новейшие химические препараты, но тля благоденствует, ничего не помогает, ни народные средства, ни химические средства, и тогда розовод с громкими криками отвращения давит тлю руками. Именно так и борется с тлей. Не могу сказать, что у меня этот процесс вызывает отвращение, но, если честно, обычно я просто ничего не делаю с тлей. Она, на мой взгляд, ничего розам особо никакого вреда не наносит, в отличие от другого вредителя, которого я вам сейчас покажу, и который мне доставляет немало неприятных минут. Вот он на том же кусте. Видите, листочки с такими характерными белесыми пятнышками. Если вы перевернете осторожно этот листочек, то увидите вот эти маленькие белые мошки. Это белокрылка. Она сосет сок у листьев, и вот в отличие от тли, она, на мой взгляд, достаточно сильно ослабляет растения. Я прямо вижу те кусты, которые сильно повреждены белокрылкой, они, ну, вот прямо заметно, что они ослабляются от этого. И я, честно говоря, сейчас в сомнениях в том, что, возможно, все же стоит опрыскать. Но, честно говоря, боюсь это делать, поскольку у меня сейчас синички в саду выкармливают птенцов. Они каждый год вьют гнездо в дупле дерева. И я очень переживаю, что после того, как я опрыскаю инсектицидом, синичка может скормить отравленную гусеницу птенчику, и птенчик погибнет. Поэтому я все еще в сомнениях, стоит ли это делать. Мои самшиты уже выпустили множество новых побегов, новых веточек. И сейчас самое время их подстричь. Хочу показать вам, как я стригу свои кусты для того, чтобы придать им правильную полушаровидную форму. Возможно, не открою Америку, но для меня в свое время это было действительно открытие. Я этот способ подсмотрела в одном из европейских садов. Увидела, как садовники как раз стригут живые изгороди, которых, я думаю, вы знаете, в европейских садах очень много. Итак, во-первых, вам, конечно же, потребуется специальный инструмент, специальные ножницы для живой изгороди. Они более длинные, потому что обычным секатором просто тупо долго это делать. Хотя, в принципе, тоже возможно. И второй, вам потребуется кусок проволоки, абсолютно любой. Она может быть более жесткой, более гибкой. Главное, чтобы она была необходимой длины, чтобы образовывать полусферу. Вы берете эту проволоку и втыкаете ее с двух сторон от куста, для того, чтобы у вас получилась примерно та форма, которую вы хотите видеть у куста. И после того, как проволока выставлена, вы берете ваши садовые ножницы и режете по этой проволоке. У вас получается такой шаблон, очень простой, но который позволяет создать очень аккуратную поверхность. После того, как вы этот круг подстригли, вытаскиваете проволоку и ставите ее под 90 градусов к первоначальному положению. Вот она у вас стоит на том же уровне, как и в первый раз, но уже в противоположном положении. И вы опять же берете ножницы и безжалостно отстригаете все лишнее. Точно так же поступаем с другого краешка. Опять же, стараемся ножницы ставить параллельно поверхности, чтобы помимо веточек вдоль самой проволоки прихватить побольше. Затем вы снова выдергиваете проволоку и ставите ее уже под 45 градусов к первоначальному положению. И режете уже и эту сторону. И нам остается последнее измерение. Опять же, под 45 градусов к первоначальному положению, но уже в другую сторону. И вот в результате всех этих манипуляций у вас получился практически идеальный полушаровидный куст. Примерно так я стригу все свои кустарники, не только самшиты, но и спиреи. И вот в результате буквально за 5 минут у вас шарик. И делается он, как видите, совершенно быстро и просто. Точно так же я обхожусь и со своими японскими спиреями. Мне очень нравится их вид, но не нравится форма куста, потому что они обычно такие разлапистые, немножко неаккуратные. Мне тоже нравится их стричь шариками, для того, чтобы они были более аккуратненькие и лучше держали форму. Ну и вы помните из моего влога из Праги, какие там шикарные шарики формируют из спирей. Я не оставляю надежды, что мои когда-нибудь станут такими же. И, кстати сказать, если для самшитов такой манипуляции раз в сезон достаточно, вот я их стригу один раз весной, и дальше они уже растут сами по себе, я их не трогаю, потому что самшиты растут достаточно медленно, то спиреи приходится стричь таким образом несколько раз за сезон, потому что они, конечно, растут гораздо быстрее и успевают потерять свою форму, если один раз весной подстричь и дальше не трогать. У вас, безусловно, может не получиться с первого раза идеальный шарик. Вот здесь у меня, например, пробел, который не даст получить идеальный шар, но просто нужно стремиться к этому постепенно по мере того, как куст будет разрастаться, все ваши проплешинки зарастут, и у вас получится аккуратный, красивый кустик. А вот это растение, которое у меня вызывает всегда очень противоречивые чувства, это живомелось каприфоль. Она сейчас цветет и совершенно невероятно пахнет вечером, либо в холодную погоду. Как любит говорить моя мама, она пахнет французскими духами. Аромат действительно потрясающий просто. Но после того, как она цветет, она становится какой-то разлапистой, неаккуратной, неряшливой. И мне все время ее хочется куда-нибудь убрать на задворке, чтобы она пахла, но не бросалась в глаза, потому что только сейчас она вот такая красавица, а потом она становится какой-то очень неряшливой, неопрятной. И мне ее внешний вид после цветения, особенно в конце лета, совершенно не нравится. Но, возможно, я просто не умею ее формировать. Кстати, напишите мне в комментариях, нравится ли вам каприфоль, и как вы боретесь с ее неаккуратным внешним видом во второй половине лета. Ну что же, надеюсь, вам понравилась моя сегодняшняя прогулка. Обязательно пишите мне, как обычно, свои вопросы, комментарии внизу под видео. Я всегда стараюсь на все-все отвечать. Ну а на сегодня все. Всем пока!